Всех приветствую, дорогие друзья! С вами снова Барин, и сегодня мне бы хотелось вам рассказать про книги о хищниках, изданные в России в 90-е годы. И первая такая книга — это у нас официальная новолизация «Хищник 2» с авторством Саймона Хоука. То есть выходила она у нас дважды, то есть сначала в серии «Зарубежный детектив» в 1992 году, и в 1994 году в составе серии «Бестселлеры Голливуда», вот, совместно с первой и второй частью «Иллюзии убийства». Значит, на что хотелось бы здесь обратить внимание. Ну, во-первых, само вот это произведение полностью поддерживает оригинальную идею сценаристов оригинального фильма «Братьев Томасов». Что значит, здесь у нас хищники охотятся только ради спортивного интереса, так скажем, и никаких кодексов чести и, соответственно, прочего так называемого «Яуджа-канона», то есть самоназвания хищников как расы, здесь не наблюдается. То есть, например, на кладбище хищник не убил ребенка только потому, что понял, что тот не представляет для него никакой угрозы, а также различив, что его, значит, оружие, оно не настоящее. Вот, то есть, например, детектива Леону в метро хищник убил, опять же, не из-за каких-то там соображений гуманности или своего кодекса, а того, что, значит, Леона могла впоследствии принести потомство, которое могло стать дичью. То есть, чисто из-за таких соображений. Ну, как обычные, собственно, охотники, так скажем, беременных каких-нибудь самок не убивают. Вот, то есть, здесь это, на самом деле, достаточно тоже четко подчеркивалось. Вот. Также и то, что хищники гораздо больше интерес к земле стали проявлять, объясняется именно тем фактом, что после того, как первый хищник потерпел неудачу, что, значит, так скажем, впервые за долгое время, то есть, что, значит, дичь смогла дать отпор, еще больше подстегнул их интерес к земле. То, что здесь, значит, достойные соперники появились. Еще какой был здесь тоже интересный момент, что действия происходили в 1995 году, а, соответственно, то, что у нас Леона беременна, становилось не такой неожиданностью, как это было в фильме, а вполне себе подчеркивалось почти с самого начала книги. То есть, здесь, например, есть сцена в баре, что, значит, почти все полицейские участка, включая и главного героя Хэрригана, отмечают день рождения Леоны. И там такой первый намек дается на то, что Леона беременна, сама того, он не медая. Вот. Ну и также немножко отличался здесь финал, вот, то есть, что я, в принципе, сейчас могу и зачитать. Вождь, а это мог быть только он, классно поднял свою руку, сверкнуло двойное лезвие боевого ножа и голова хищника, стукнулась об пол и исчезла в клубах дыма. Его наказали за неудачу, а цепенев прошептал Хэрриган. Он ждал, когда предводитель приблизится к нему. Смотреть и ждать неизбежного больше ему ничего не оставалось. Вождь взмахнул рукой, но так и не нанес Хэрригану смертельного удара. Лезвие втянулось в рукоятку ножа. Пришелец долго стоял, не шевеляясь, и глядел в упор на Хэрригана. Потом пошарил у себя за спиной, достал какой-то предмет и бросил его Хэрригану. Тот машинально поймал его. Анимев от изумления, Хэрриган уставился на подарок. Старинный мушкет с светильным замком, украшенный серебряными накладками. На серебре было выгравировано итальянское имя и дата 1640 год. Что я могу сказать по поводу этого романа? Было здесь еще одно спорное решение, которое придумал сам автор, то есть Саймон Хоук. То, что земная атмосфера для хищника слабо ядовитая. То есть, значит, долго дышать без маски, вот, скажем так, кислородом здесь он не сможет. И, честно говоря, это было подчеркнуто, пока прошу обратить на это внимание. Потому что, собственно, в оригинальном фильме нигде на это не было намека. Что, собственно, и в первой, что и во второй части. Значит, всем любителям фильмов, а также всем противникам Яуджи Канона, значит, активно эту книгу рекомендую. Следующая книга выходила у нас, соответственно, от Азбуки. Получается, в 1997 году. Значит, это у нас была серия, получается, как его? Война миров, в котором были произведения российских авторов. И книга по Моторкомбату, то есть Мертельной битве, которую я обозревал в прошлом выпуске. И, как раз таки, под серия Чужие против Хищника. Вот. Значит, здесь обычно Азбука старалась в такой книге по два произведения печатать. И вот здесь, как раз таки, у нас есть добыча. За авторством писателя Стива Перри и его дочери Стефани Перри. В котором у нас появился вот так называемый вот этот Яуджи Канон. Вот, что, значит, у хищников, оказывается, есть и самоназвание, как Яуджи. И свод определенных правил, которые они не смогут нарушать. То есть, что они не просто такие вот охотники, а эдакие межгалактические самураи. Вот. Значит, вторым произведением в этом сборнике были бетонные джунгли. Некого Нейтана Арчера. На самом деле, это был псевдоним писателя Лоуренса Уотт Эванса. Значит, как ни странно, большинство вот таких произведений, что печатала Азбука, они были, по факту, литературными адаптациями одноименных комиксов. Чаще всего автором которых был некий Марк Верхайден. То есть, если кто помнит фильм «Пол Андерсона. Чужой против хищника», там был персонаж именно с такой фамилией, как отсылка на автора оригинальных комиксов. Значит, чем интересны бетонные джунгли? Основан этот роман был на одноименном комиксе, который был, скажем так, черновым вариантом изначального сценария ко второму фильму о хищнике. Значит, два детектива по борьбе с наркотиками. То есть, некий Роше и как раз-таки Шефер. То есть, брат того самого Дача из первого фильма. Значит, в 1995 году проводят операцию по задержанию наркобаронов местных в Нью-Йорке. Значит, при этом у нас действие происходит летом, когда стоит аномальная жара. Что, кстати, очень подчеркнуто. То есть, придя, соответственно, на место, скажем так, вот этой малины, где собираются главы двух наркокартелев, значит, они находят их трупы, подвешенные к потолку, без голов и со снятой кожей. Позднее, соответственно, значит, в полицейском тире тоже кто-то также разделывается с полицейским. Значит, при этом лейтенант Шеферу и Роше запрещает заниматься этим делом. На втором месте преступления, значит, главные герои встречают генерала Филлипса. То есть, если кто не знает, это начальник Датча из первого фильма. То есть, конечно, по имени и фамилии там ни в коем случае, значит, как бы Датча его не называл, но в титрах он именно так был и указан. Прошу пока запомнить этот факт. После инцидента, так скажем, первого фильма, как раз-таки генерал Филлипс у нас стал возглавлять отдел по исследованию хищников. Вот. То есть, он как раз тоже есть на месте преступления. Он узнает Датча, поскольку они с братом... Ну, точнее, узнает детектива Шефера, поскольку они с его братом Алланом очень друг на друга похожи. И, соответственно, уже сам говорит Роше и Датчу, что ни в коем случае они бы в это дело не лезли. Но детектив Шефер, человек очень настырный, отправляется на место первого преступления, то есть на малину наркоторговцев, где сталкивается лицом к лицу с хищником, который успевает пометить его каким-то устройством, что-то вроде такой радиометки, которую, собственно, никак особо с Шефера и не снять, то есть даже хирургическим путем. Но при этом Шефер успевает заполучить маску хищника, то есть сорвать с него маску, которую он отдает на хранение своему другу, детективу Роше. Сам же Шефер летит, соответственно, на место событий первого фильма, находит воронку от взрыва, которая вот осталась после гибели первого хищника, где сталкивается с хищником в противостоянии и случайно, просто чудом убивает его при помощи обычной палки-копалки. Впоследствии люди генерала Филлипса арестовывают детектива Шефера и хотят, значит, обменять его, точнее, выдать его хищникам, чтобы те, значит, прекратили свои враждебные действия, заодно, может быть, они какими-то технологиями поделятся с правительством США всю вот эту охоту на Шефера. Филлипс считает, что было, ну, именно то, что пребывание на земле хищников было больше связано с тем, что когда-то вот брат детектива Шефера, то есть Дач, убил хищника. То есть это такая месть своеобразная. Вот. Тем временем в Нью-Йорке детектив Роше, то есть поглядев через маску хищника в небо над Манхэттеном, увидит, что там кружит куча вот этих инопланетных кораблей. То есть чем, соответственно, этот роман закончится, я объяснять не буду, но финал здесь, на самом деле, достаточно сильно напоминает роковые яйца Михаила Булгакова. Вот. То есть советую почитать, тем более, что здесь, опять же, у нас отображены оригинальные идеи братьев Томасов. То есть никакого Яуджа-Канона здесь нету. Следующая книга, которая у нас была про хищников, выходила в составе вот такого сборника «Музыка смерти». И здесь у нас есть как раз-таки хищники «Холодная война». Завтра там, опять же, некого Нейтана Арчера, но в этот раз под этим псевдонимом у нас уже скрывались не только Лоренс Уотт Эванс, но и автор оригинального комикса Марк Верхайден. То есть стоит отметить, что оригинальный комикс был достаточно как бы клюквенным. То есть книга, конечно, такой клюквенностью не страдает. Здесь ее почти нету. Что, кстати, большая редкость для вот такого западного произведения. Вот. Ну и, соответственно, действия перенесли там из начала 90-х в 1997 год. Значит, что здесь происходит? То есть корабль хищников разбивается, соответственно, на полуострове Ямал. Находится насосная станция номер 12. Где есть вот такое, скажем так, нефтедобывающее предприятие, которое охраняет небольшой военный гарнизон во главе с лейтенантом Легачевой. Вот. Значит, и... То есть это действие все происходит зимой. То есть хищники, они... Хоть холода не любят, но, в принципе, достаточно сильных морозов могут вполне себе существовать. То есть при этом им никакого дополнительного, так скажем, обмундирования или камуфляжа или там, скажем так, девайсов для этого не нужно. То есть вот как раз-таки вот эту идею Пул Андерсон и использовал в своем фильме. Как бы так получается, что хищники наведываются вот на этот нефтеперерабатывающий завод, начинают там всех убивать налево и направо, как они обычно любят и развлекаться, снимая трофеи. Вот. И при этом ищут, какие запчасти, значит, им можно свинтить оттуда вот для того, чтобы починить свой корабль. Тем временем, то есть обеспокоенные, так скажем, этим американцы, которые увидели, соответственно, всплеск вот радиации на, скажем так, месте падения вот этого корабля хищников через свой спутник-шпион, поручают генералу Филлипсу и его группе, соответственно, туда пробраться, вот, в это место и заполучить технологии хищников быстрее русских. Вот. При том, что их операции очень тайные и, скажем так, в случае чего всякое их нам наличие на территории Российской Федерации, в принципе, американское правительство будет отрицать. То есть в эту группу как раз-таки генерала Филлипса, диверсионную, включает детективы Шефера против его воли, что здесь именно подчеркнуто, по, в принципе, нескольким причинам. То есть что Шефер, во-первых, знает русский язык, и, кстати, он единственный из группы генерала Филлипса, кто русский язык знает. Во-вторых, значит, как раз-таки Шефер именно у нас идет как специалист похищника после событий предыдущей книги. Вот, значит, Шефер неохотно соглашается после того, как генерал Филлипс обещает рассказать, так скажем, ему про судьбу его брата Датча. Что с ним стало дальше, потому что на протяжении вот этих двух книг это остается загадкой. Вот. В принципе, что здесь как бы интересно? То есть, значит, авторы даже догадались объяснить языковые различия, хотя, в принципе, на самом деле спокойно и на русском, и на английском между собой общаются Легачева и детектив Шефер. Здесь это именно подчеркнуто, то есть, потому что Легачева хорошо знает английский, соответственно, Шефер хорошо знает русский. Вот. Даже сейчас я этот фрагмент на эту тему зачитаю. «Филипса нигде не было видно, что его сказал он. Смотрите». То есть, в принципе, произведение очень хорошее. Значит, не Клюквена здесь. У нас есть куча положительных русских персонажей, что очень важно. То есть, в принципе, показано, на самом деле, кто такие. Американское правительство вообще, и всякие вот эти теневые их делишки. Вот. Что, в общем-то, все как бы хороши. Действительно, здесь морали у нас больше, как бы, серия. И, в принципе, отличное произведение. Всем его рекомендую. Опять же, нету никаких Еуджа Канонов. Здесь и близко. То есть, книга, опять же, близка максимально к замыслу братьев Томасов. Объясняется, что хищники, если нужно, могут спокойно перетерпеть холод, что Пол Андерсон и брал для своего фильма. То есть, эту идею, вопреки распространенному у нас мнению, он брал не с потолка. И, в принципе, это все официальные книги, которые выходили на русском языке, от, скажем так, оригинальных западных авторов. Но стоит оговориться, что, например, у нас никогда не выходила новолизация первого фильма, то есть, официально, как раз-таки, за авторством Пола Монетто. Вот. Но, как минимум, было две ее новолизации от русских авторов. То есть, первая числилась как киносценарий. Авторами стояли Джим и Джон Томасы. Вот. И, скорее всего, это был какой-то краткий пересказ самого фильма на манер братьев Адамчиковых. Вполне возможно, что они тоже руку к этому приложили. На сто процентов я, конечно, это сказать как бы не могу, поскольку, к сожалению, книга очень редкая, мне она не попадалась. А вторая новолизация от русского автора выходила в 94-м году в составе зарубежных детектив-фантастика. То есть, напомню, что второй хищник выходил еще, когда эта серия называлась просто зарубежный детектив, еще в 92-м году. Это издание 94-го года Тула. Значит, и, значит, автором у нас здесь числится некий Дэн Карндейл. То есть, в оригинале это, конечно, писатель Даниил Корецкий, который просто англофицировал свое имя. И вот есть такая интересная аннотация. Включенный в настоящий сборник роман Дэна Карндейла «Хищник-1» охватывает более широкий спектр событий, многие из которых не вошли в известный видеофильм с одноименным названием. Из романа читатель узнает о захватывающем сражении хищника с воинами племени Макао об извращенном противоборстве агентов ЦРУ со спецподразделением Дельта. Значит, что можно сказать? То есть, сама вот эта новолизация где-то небольшая, то есть, приблизительно там 100 с небольшим стране занимает где-то там приблизительно, я не знаю, где-то там 107-108, вот так вот, в принципе. И то, что автор описывает у нас события именно самого фильма, на самом деле написано достаточно хорошо. но когда, значит, он какую-то отсебятину добавляет, это, конечно, просто больно становится читать. То есть, какая-то бредятина про то, как, значит, хищник у нас со своими соплеменниками связывается со советом старейшинов. Вот, раз от хищников у нас оказывается самоназвание это предайтеры, Корецкий просто не стал заморачиваться и взял именно оригинальное, так скажем, английское название хищника и просто его так адаптировал. Вот. И куча всякого бреда и отсебятина. В том числе, какая-то политическая сторона вопроса, как ЦРУ там заметало следы, как, значит, соответственно, советские дипломаты вывели их там на чистую воду и так далее. Вот. Ну, что у меня создалось такое впечатление, что, соответственно, Корецкий, когда написал этот роман, он где-то написал, ну, приблизительно, там, страничек 70. И вот, то есть, которое было просто чисто новолизацией. Но, видимо, издатель на него надавил, чтобы, значит, он еще там сделал его побольше и ему, видимо, пришлось на скорую руку писать вот кучу всякой бредятины. Вот. Единственное, какой интересный был момент, это как Датч сбежал из больницы. Значит, потому что об этом упоминал Кис, агент Кис Херригану во втором фильме. И вот здесь, соответственно, Корецкий об этом написал. Сейчас я даже это зачитаю. Ядерный взрыв на границе переполнил чашу терпения президента. Кроме дипломатических протестов от сопредельных государств он получил ряд запросов конгрессменов, на которые не мог ничего ответить. Тут-то директор ЦРУ и вытащил на свет телеграмму Хопкинса о работе войсковых подразделений в 8-м и 9-м квадратах, где как раз произошел взрыв. Это было сделано вовремя. Миссия специального отдела в Гаяне провалилась. Шефер был в руках Дельты. По приказу президента расследование поручили ЦРУ. И Шефера передали людям Смита. Они не смогли применить к нему своих коронных методов по одной простой причине. Состояние майора приближалось к критическому. Врачи говорили, что он получил смертельную дозу радиации. Через несколько дней Шефер должен был умереть, но не умирал. Более того, количество лейкоцитов в крови начало восстанавливаться. Феноменальная способность костного мозга к регенерации, сказал врач молоденькой медсестре. В мировой практике это первый случай. Шефер полностью пришел в себя, но виду не подавал, изучая обстановку. Его охраняли сотрудники спецотдела ЦРУ. Попарно. Из обрывков разговоров он понял, что находится в центре международного скандала и политических интриг. Хуже того, является единственным свидетелем. Вот знал обычную судьбу единственного свидетеля по важному делу. Время после обеда располагало охранников к расслабленному состоянию отдыха. Когда охраняешь смертельно больного, особая бдительность не нужна. Можно позволить себе сигарету у раскрытого окна, легкий трюк с товарищем по службе. Шефер открыл глаза, выдернул иглу капельницы из вены и резко сел на кровати. Несколько дней он тренировался, напрягая и расслабляя мышцы, чтобы привести их в норму после вынужденного бездействия. Против опасений он не ощутил ни слабости, ни головокружения. Охранники изумленно вытращили глаза. Их руки скользнули за лацканы пиджаков. Но было поздно. Шефер ударил с двух рук одновременно. Большими кеглями повалились сотрудники Смита, расплачиваясь за нарушение правил несения службы сотрясением мозга. Раздев охранников, шефер уложил одного на свое место, второго затолкал под кровать. Костюм того, кто покрупнее, пришелся ему почти в пору. Оружие, деньги, документы, ключи от машины все это он взял с собой. Спокойно вышел из больничной палаты, прошел по коридору, спустился в вестибюль и, наконец, оказался на улице. Форт на стоянке был только один. Ключи к нему подошли сразу. Вскоре он катил по широкому многорядному шоссе в направлении, известному лишь ему одному. Побег смертельно больного шефера только добавил загадок, связанных с его именем. Поскольку никаких обвинений майору не предъявлялось, разыскивать его как преступника было нельзя. Правда, Смит сказал, что его люди найдут голландца даже под землей. Но генерал Хопкинс, узнав об этом, только усмехнулся. На свете было не так-то много людей, способных найти и взять шефера. Точнее, не было ни одного. Так считал генерал и вполне искренне. Единственный свидетель, знающий о хищнике, растворился в человеческом муравейнике. Все следы пребывания предейтеров на земле сгорели в адском пламени атомного взрыва. Приняв сигнал самоуничтожения, корабль пришельца стартовал и лег на обратный курс. Его засекла система противовоздушной обороны США. Маленькая точка переместилась к радарному экрану и ушла в космос. Еще одна загадка, которую никто не связывал с событием в Гаяне. А далеко-далеко в глубоком космосе медленно шла по своей орбите фиолетовая планета предейтеров. Там знали, что на земле очень увлекательная охота, а они не могли не вернуться. А Корецкий еще соответственно упоминает о том, что кровь хищника для человека обладала как панацеей от всех болезней. То есть, почему, соответственно, шефер у нас и выздоровел, получив как бы, в принципе, достаточно большую дозу облучения. от радиации. Значит, в принципе, так себе как раз таки произведение. То есть, рекомендовать его я могу только большим, скажем так, любителям хищника, кто вот хочет собрать, допустим, коллекцию себе все книги на русском языке. Так, честно говоря, больше в этой книге я особого смысла не вижу. Кстати, здесь именно в самом начале генерал, который дает задание подразделению дача, зовется как генерал Грегори. То есть, опять же, как вы помните, я упоминал, что, значит, то, что это генерал Филлипс мы узнавали только из титров. В принципе, то есть, подчеркивалось, честно говоря, его присутствие только в бетонных джунглях и холодной войне. здесь же как бы Корецкий сам ему придумал фамилию Грегори. Ну и, конечно, была еще одна книга про хищника на русском языке, можно так сказать, свое собственное оригинальное подразделение, произведение, прошу прощения. Это значит Хищник 3 от Артура Квария. То есть, под сигнонимом Артура Квария у нас скрывался Иван Сербин. Вот, и что как бы интересно, то есть, это был вот его собственный роман в рамках киновселенной Хищника. Значит, как бы, в чем была особенность? То есть, я сначала очень скептически относился к этой книге, поскольку Сербин из всех авторов, кто писал новолизации западных фильмов, справлялся с этим достаточно неплохо. То есть, у него, по крайней мере, были интересные произведения под Команда, Кошмару на улице Вязов, это Рыбокопу, что я читал, они мне, в принципе, все более или менее понравились. Вот, но в данном случае здесь, как бы, получается, он писал собственное произведение, пускай в рамках киновселенной. То есть, одно дело, когда нужно написать новолизацию, когда уже есть какой-то готовый шаблон, другое дело, конечно, писать произведение с нуля. Вот, мне очень многие рекомендовали эту книгу, говорили, что это чуть ли не один из лучших таких фантастических веков, именно литературных, которые они читали в детстве. Вот, но тем не менее, взяв вот эту книгу, то есть, я был, честно говоря, приятно удивлен. То есть, как мы видим, тут даже какие-то вот левые картинки Шварценеггера, видимо, из какого-то журнала взятые, для которого он фотографировался. Вот здесь кадры из первого фильма. Вот. Ну и, соответственно, вот такая здесь была аннотация. На американскую антарктическую станцию нападает гуманоид-инопланетянин, ставящий под угрозу проведение стратегических исследований. Большая Земля решает уничтожить его и, сформировав отряд из специально обученных десантников, отправляет их на борьбу с практически неуязвимым пришельцем. Пришелец, защищенный, делающим его практически невидимым для человеческого зрения скафандром, использует неизвестное смертельное оружие, против которого бессильны даже профессиональные военные. Сербин все-таки использовал во многом новолизацию от Саймона Хоука за основу. То есть, опять же, земная атмосфера для хищника слабо ядовитая. Отправлялась на охоту за хищником спецгруппа, в которую как раз таки входили Дач и Херриган. То есть, как специалистов, кто сталкивался с хищником, туда взяли. И действенность романа происходит в 97-м году. хищника именно в совет старейшин его планета отправляет охотиться в Антарктиду, чтобы сбить людей с толку. То есть, но поскольку все-таки Сербин, видимо, не знал про вот такую книгу, как Холодная война, то есть, он все-таки ориентировался на аномализацию именно второй части оригинальной фильмы. Значит, у него получается, что у хищника есть специальный скафандр, который позволяет ему на таком холоде, что называется, гулять. Вот, то есть, отправили хищника именно на, скажем так, эту экспедицию охотничью. Точнее, старейшина хищника оценил, что, значит, охотиться на земле становится уже небезопасно, то есть, дичь, что называется, дала отпор. Вот, то есть, подряд, за достаточно непродолжительный промежуток времени хищники потерпели неудачи, и это, как бы, охота должна была быть вот такой экспериментальной, что значит, если, значит, она удастся, то, значит, хищники продолжат охотиться на земле, если она провалится, то, значит, в принципе, хищники объявляют землю, что называется, запретной зоной для охоты. Произведение, я считаю, интересное, то есть, есть некоторые отсылки на нечто, потому что первая половина книги, так скажем, посвящена как хищник истреблям полярников и вторая половина книги про то, как, значит, ФБРовцы дачи Херриган охотились на хищника. Вот, в том числе, что у хищника здесь даже новые какие-то появляются гаджеты и девайсы охотничьи, что, как бы, еще можно выделить, это было за 10 лет до фильма Андерса, который действия перенес в Антарктиду. Также стоит отметить, что у обоих вот этих книжек, написанных русскими авторами, то есть, так скажем, о достаточно посредственной и достаточно хорошей, есть один такой интересный аспект, то есть, что здесь, что здесь, значит, хищники не брезгуют людоедством. Вот, то есть, нигде больше, по крайней мере, в том, что выходило официально на русском языке, не описывалось, что, значит, хищники употребляли бы человечину в пищу. Наши авторы, так скажем, возможно, не сгонариваясь, что Корецкий, что, соответственно, Сербин, вот об этом написали. Значит, третьего хищника, если вы, конечно, не гнушитесь тому, что это писал русский автор, настоятельно рекомендую взять себе в коллекцию, тем более, что идеям братьев Томасов, опять же, книга во многом не противоречит. Вот, в отличие от предыдущей. Ну, а на сегодня это все. С вами был Барин. До новых встреч, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова